И еще несколько слов об организации досуга школьников. Ростуризм досрочно завершит программу детского туристического кэшбэка. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Программа детского туристического кэшбэка закончится в ночь с 14 на 15 июня, потому что загрузка в детских лагерях участников программы превысила 90%, подчеркнула она. Программа должна была продлиться до 31 августа. По ее словам, в этом году спрос на путевки в детские лагеря по программе кэшбэка вырос вдвое по сравнению с показателем прошлого года. На начало июня россияне купили более 550 тысяч путевок в лагеря, отметила Дагузова. В этом году в программе участвует в полтора раза больше лагерей отдыха, а также к ней впервые подключили палаточные лагеря. Таким образом, можно сказать, что в таких сложных геополитических условиях родители предпочитают, чтобы их дети отдыхали в России. Впрочем, у современных детей есть и другие варианты для того, чтобы себя занять на время каникул. Например, поехать к дедушкам и бабушкам в деревню или на дачу. Наша съемочная группа решила выяснить, какой вариант жителям Тверской области ближе всего. Хотели бы родители своих детей отправить за город или, может, наоборот, предоставить возможность заработать на различные развлечения. Я всегда в детстве ездила в лагерь. Мне очень нравилось. Так что у меня приятные воспоминания. Я бы не против была, если бы мой ребенок тоже поехал бы в лагерь. И если бы было больше у нас каких-то развлечений для детей, тоже было бы прекрасно. Потому что детей очень много сейчас. Сколько теплых воспоминаний. Рыбалка с дедушкой, огород тот же. Помогаешь бабушке с дедушкой. Это полезно. Отправляют к бабушке с дедушкой, потому что пионерские лагеря или недоступны, или финансово недоступны, или просто их нет. Вот так вот. Я знаю, что очень многие родители... У меня просто муж занимается, он сам у меня учитель, и он занимается, он свои лагеря организует. И поэтому я знаю, насколько это востребовано. И старший сын занимается этим же уже в Москве. И он говорит, у меня очень много народу просится ко мне в лагерь. На любую программу. Родители готовы платить вообще любые деньги. Только возьмите ребенка. Вот именно возрастом не маленькие детки, а вот 14 и выше. С ними вообще никто не занимается. Возьмите ребенка, чтобы он что-то научился, какие-то навыки практические, какие-то познавательные программы. Я не знаю насчет подрабатывать детям. Мне кажется, детство должно быть детство. Подрабатывать должны уже студенты, может быть. Вот те, кто знает, чего уже хочет. Дети, мне кажется, все-таки должны быть детьми в моем понятии. Для детей набраться каких-то новых навыков и умений. И, соответственно, чуть-чуть отдохнуть от школы. Мне кажется, особенно в детском возрасте, если ребенок, чем больше он попробует, тем больше у него будет желание что-то выбирать. Поэтому летом надо дать максимально возможно попробовать в различной активности. Например, гребля, теннис, футбол, баскетбол, скалодром. Я больше про здоровье. А обучаться он начнет с первого сентября. Загореть, родителям помочь, оказать какую-то помощь. Потому что в основном сидят, так сказать, на шее у родителей, чтобы как-то помочь им. Думаю, лучше будет это правильнее. Потому что здесь, в этом городе, ну и вообще в городах крупных, находиться летом здесь не очень полезно для здоровья. В ходе опроса выяснилось, что матери в большинстве своем желают своим детям полноценный отдых на свежем воздухе, в окружении близких людей. Таким образом, в семье будут спокойны за безопасность отпрысков. Более того, в частных домах всегда найдется работа. Можно потрудиться на огороде или помочь старшим с ремонтом в доме. Молодые люди, которые перешли порог 12-13 лет, предпочитают делить отдых летом. Сначала в загородном лагере, потом можно и на работу устроиться на небольшой срок, чтобы не зависеть от родителей в плане покупок.